Здравствуйте! В эфире телеканала Итон ТВ, программа «Как делать деньги». В студии я и ведущий Александр Гурарье. И сегодня речь у нас пройдет о том, как не потерять деньги в бизнесе, а точнее о страховании бизнеса. Ну и со мной в студии уже известный вам специалист, эксперт в области страхования и пенсионного обеспечения Эльдар Портнов. Эльдар, добрый вечер. Добрый вечер, Александр, добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, страхование бизнеса. То есть, зачем нужно, какие виды страхования бизнеса бывают и вообще зачем бизнес страховать? Когда вы задаете подобный вопрос, можно в любой сфере отнести вообще зачем нужно страхование, зачем нужно страхование жизни, зачем нужно страхование. Бизнес – это риск, да? То есть, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Если частный предприниматель, индивидуальный предприниматель, неважно он, мелкий предприниматель, инсталлятор, сантехник или хозяин большой корпорации, хозяин завода, хозяин офиса, хочет быть уверен в том, что в трудный момент, когда у него будет проблема с финансами, когда против него подастся иск, когда у него будет нанесен ущерб, чтобы не пострадать финансово, нужно задумываться, отчислять какую-то часть страховой компании на приобретение индивидуального полиса. На примере, я не знаю, можно взять ресторан, как только человек, посетитель ресторана, который, ну, не дай бог, сколько мы читаем в газетах, что отравились в ресторане, и это даже были в известных сетях, которые у нас самые популярные в Израиле, поверьте мне, что никто не жалеть не будет начальства, хозяевов этого ресторана, первое, что все побегут подавать иски в суд, и даже банальный пример, что там можно и таракана найти в супе, и тоже, естественно, это будет подан иск против этого ресторана. А когда речь идет о профессиональной ответственности, к примеру, человек, установщик кондиционеров, он ущерб, который он может нанести своей деятельностью, может исчисляться десятками, а то и сотнями, а то и миллионами шекелей. А мы не говорим, если говорить о больших компаниях, там, взять отрасль строительства, установщики кранов, строители сами, те же самые ремонтники, которые занимаются облицовкой здания, которые имеют своих рабочих. Плитка упала, да? Плитка упала, а еще хуже, не дай бог работник упадет, и есть случаи, и есть большие, мы смотрим, мы читаем в газетах, что произошло в городе явно, когда погибли 4 человека на стройке установщиков крана, и все были застрахованы. Илья, я прошу прощения, давайте тогда сформулируем более четко, значит, есть какие виды вот страхования бизнеса, что это значит? То есть есть страхование, насколько я понимаю, это имущество, которое есть, да, против того, чтобы вам взломали двери, там, вынесли у вас, там, я не знаю, там, камеры, компьютеры, там, телевизор, да? Что еще? Что еще? Во-первых, можно страховать само строение, имущество, это товар, это товар, который мы... Товар на складе, наверное, да? Складе, который, да, это первое, что может быть, может произойти пожар, может произойти какой-то природный катаклизм, или какой-то свыше, что и может и дождь, и тайфун, и все. Это первое. Коронавирус. Коронавирус, тяжело страховаться от этого, и тем не менее, есть покрытие, которое, ну, в страховании здоровья, которое могло было бы быть в получении компенсации. Второе, это, естественно, ущерб третьей стороне. У любого человека, который ведет свой бизнес, есть две ответственности перед клиентом. Возьмем, к примеру, парикмахеров. У него есть ответственность в том, что к нему придет клиент, который может подкользнуться у него парикмахерской, и, к примеру, если даже этот парикмахер сделал все, чтобы это не произошло, он протер чисто пол и поставил какую-то вывеску, что осторожно, мокро, и человек все равно упал, поломал ногу. Что сделает этот человек? Скорее всего, он побежит в суд для того, чтобы требовать компенсацию. Это первая часть того, что может произойти. Особенно, к примеру, у меня есть клиент, которого в магазине просто спотыкнулась, 8 лет назад спотыкнулась женщина в магазине. Абсолютно ничего не произошло. Он хозяин мясной лавки в Ашкелоне. Ничего не произошло с той женщиной. Естественно, ей помогли подняться, встали, чуть-чуть ей дались, такая вода, и она ушла. А через какое-то время она вдруг поняла. Через 4 года, когда закончился суд, да, к счастью, у него была страховка. Страховка обошлась страховой компанией выплата в размере 480 тысяч шекелей. У него было личное участие немаленькое. То есть, почти полмиллиона. Почти полмиллиона. Оказывается, травма, которая произошла намного серьезнее, чем могло бы было даже представить. Это мы говорим об ответственности, ущерба третьей стороне. Что касается профессиональной страховки, к примеру, у того же парикмахера. Я прошу прощения, еще мы не указали про страховку непосредственно работников. Работников мы сейчас поговорим, это уже отдельное будет. А, это отдельное, хорошо. Мы говорим про еще профессиональную деятельность, к примеру, врач, парикмахер, инженер. Даже я страховой агент. Я застрахован о том, что если я допущу профессиональную ошибку, это не ущерб третьей стороне. Это именно моя профессиональная ошибка. Я тоже на это застрахован. Вот, к примеру, тот же парикмахер, у меня был случай, когда дал больше краски, когда он разводил, у женщины осталось лысая. К счастью, она не пошла против него судиться, но оплатить немаленькие расходы ей все-таки пришлось. А мы говорим о ситуации... Я что-то сразу вспомнил, как Остап Бендер кису Воробьянина выкрасил. Помните? Зеленый цвет вертикальный, да, это очень смешно. И почему? То же самое, когда врач. Врач, который нанесет врачебную ошибку, она может исчисляться миллионами. Инженер, который нанес профессиональную ошибку при проектировании проекта здания, любая ошибка сразу будет исчисляться миллионами, а то и десятками миллионов. И поэтому, если человек хочет быть уверен в том, что у него стойкий бизнес, который будет процветать, и всегда идти вперед, даже в тяжелой ситуации, должен быть застрахован. Мало того, в этих полисах, которые мы страхуем на бизнесы, есть покрытие на работников. Оно изначально покрывает ответственность перед работником на... Ну, в среднем это 20 миллионов шекелей. Покрытие, в принципе, оно не важно, на одного работника или на трех, или на пяти, до 20 миллионов шекелей. И любой работодатель ответственен перед своим работником. Вы знаете, как происходит производственная травма. То есть, человек вышел из дома, первые полчаса до работы он застрахован, и как-то он возвращается. Но не всегда есть ответственность работодателя, где работодатель был способен тому, что произошла производственная травма. К примеру, если в офисе у нас, после того, как у нас помыли полы и не поставили определение, что опасно может быть скользко, и работник упал, скорее всего, можно обратиться и требовать компенсацию с работодателями, от работодателя. Но не всегда работодатель бывает неправ. Естественно, скорее всего, это будет судебное разбирательство. Иногда полюбовно, иногда не полюбовно. Но поверьте, что в Израиле никто никого не жалеет. Тем более, в Израиле есть такое... Ну, это везде, наверное. В Израиле, во всех западных странах, есть закон, который... Закон о компенсации ущерба. У любого человека есть возможность потребовать компенсацию ущерба. Неважно, мы говорим о врачебной ошибке, или мельчайшем дорожно-транспортном происшествии, или мы говорим о профессиональной ошибке установщика кондиционеров, или мы просто говорим о нашей квартире, что мы просто забыли закрыть кран и затопить весь дом насквозь, то, естественно, тот, кто нанес ущерб, обязан компенсировать. И именно то, что мы страхуем в рамках бизнеса, то, что мы сейчас говорим, есть ответственность перед работниками, есть ответственность... И в рамках страхования можно застраховать и компенсацию в случае того, что если в ситуации со страховым случаем, к примеру, произойдет пожар в бизнесе, в той же парикмахерской, или в массажном кабинете, или в ресторане, человек пострадал, во-первых, прежде всего из-за пожара, сгорело все, то есть сгорели товары, сгорели продукты, сгорели имущества. Мало того, у человека остались обязательства, он обязан продолжать выплачивать аренду, он обязан продолжать выплачивать налоги, у него муниципалитет снимает земельный налог, работники требуют зарплату. Человек может застраховаться, но также на компенсацию его расходов в случае страховом случае. Человек может застраховать даже в некоторых ситуациях и на террористические акты, человек может застраховать деньги в кассе, которые... У нас, к сожалению, это актуально. То есть, если в случае страхового террористического акта, это не то, что человек получает какую-то компенсацию, но он, по крайней мере, компенсирует ущерб, который принес ему... Ну, разрушение своего. Разрушение, к примеру, ситуация, когда можно страховать, к примеру, и деньги в кассе, то есть, люди имеют, магазин имеет возможность наличные, можно и застраховать деньги даже. И, к примеру, возьмём всех перевозчиков, грузчиков. Сейчас человек загрузил в грузовик четырёхкомнатную квартиру, всё имущество человека. Не дай бы произошло возгорание этого грузовика по дороге. Да, просто перевернуться может. И перевернуться может, естественно, если человек не застраховывает, там иск может исчисляться, вы сами понимаете, о каких суммах идёт речь. Ляр, ну всё-таки я бы хотел подчеркнуть, и, может быть, не все наши уважаемые зрители понимают, что всё-таки я, может быть, вы меня поправите, вот страхование, непосредственно имущество, которое находится в офисе, ну понятно, что есть там какая-нибудь там мастерская, где там гранят алмазы, да, там, но в целом это не столь дорого в наших современных условиях, там, телевизоры, камеры, компьютеры, я просто вот так обозреваю нашу студию, это копейки. А вот пострадавший посетитель, который споткнулся или ещё что-то, или нанесли какой-то ущерб, это совсем другие деньги. Я бы хотел, чтобы вы пояснили, как это происходит, вот, допустим, парикмахер принимает у себя на дому. Надо делать страховку или не надо? Косметолог принимает у себя на дому. Ладно, косметический кабинет, понятно, там нужно делать страховку. Тома, какие виды страховки? И, во-первых, нужно определить, сама квартира застрахована или нет. То есть, когда человек принимает в своей собственной квартире, и если она застрахована на ущерб третьей стороне, то можно расширить страхование. Ну, как правило, квартиры не страхуют на ущерб третьей стороне. Это редко бывает. Нет, во-первых, я вам скажу, как только человек приобрёл страховку на ипотеку, то есть, обязательно в рамках банковского соглашения с банком, человек обязан приобрести страховку на строение на случай тотального разрушения здания, землетрясения и пожара. Нет, ну это понятно. На трубы и ущерба третьей стороне тоже. Но очень важно подчеркнуть, что в рамках обычной полис, которую мы приобретаем, нету расширения на профессиональную деятельность в рамках квартиры. То есть, человек, имея свой дом, может отделить одну комнату для офиса. То есть, он может и принимать пациентов, и просто вести профессиональную деятельность. Тот же инженер, тот же страховой агент, который принимает у себя дома, он просто должен дать определение в страховом полисе, что он дома занимается бизнесом, и его бизнес, да, будет покрыт. Потому что у нас очень много ремонтников, очень много строителей, которые дома держат инструменты. И инструменты, речь идет о больших деньгах. К примеру, тот же фотограф, который выходит на мероприятие и сфотографирует людей, то есть, ущерб, который он может нанести на мероприятие, уронив кому-то камеру на ногу, намного выше, чем стоимость самой этой камеры, хотя она может стоить 10 тысяч долларов, к примеру. То есть, а можно застраховать эту камеру на выездную съемку? Естественно, да. Потому что мы, когда страхуем, прежде всего нужно задуматься о том ущербе, который можно нанести своему клиенту. Любой индивидуальный предприниматель должен задуматься о том, какую ущерб он может нанести своему клиенту, своему поставщику, своему работнику, своему соседу. И были случаи, когда владельцы больших заводов проходили и пожары, когда это пламя и перекидалось на соседнее строение, и на соседний сдавод, и на соседний магазин, и суммы компенсации исчисляются миллионами. Миллионами. Эльдар, вот я хочу открыть парикмахерскую. Ну, да, вот условно, там, дома, не дома, да. То есть, профессиональная страховка. Для того, чтобы иметь профессиональную страховку, мне нужно иметь какое-то удостоверение, чтобы вы мне сделали, то есть, подтверждающий мою квалификацию. Ну, может, парикмахерская, это не очень удачный пример, косметический салон. То есть, нужно ли иметь косметологу какие-то подтверждения квалификационные, чтобы вы ему сделали страховку? Очень важно понимать, какие услуги вы идёте оказывать. К примеру, косметолог. Если косметолог не делает какое-то медицинское обслуживание своим клиентам, к примеру, возьмём мейзотерапию, то есть, там, где идёт именно непосредственно прокалывание, введение каких-то ботокса в организме, или, например, татуаж очень популярно. То есть, если человек... А то, что называется на иврите ипур-кавуа, да? То есть, когда тебе рисуют брови, выкалывают, точнее. И если человек не делает какую-то опасность для страховой компании, а просто наносит крема, делает какой-то лёгкий макияж, всё, естественно, для этого никакого профессионального... Так вот, значит, получается, очень важно, извините, что я вас перебиваю, что когда владелец косметического салона, парикмахерской, химчистки, чего угодно, делает такую страховку, он должен чётко продумать и ни в коем случае не врать. То есть, написать абсолютно точно, что он будет делать. Потому что, если это не будет вписано в страховку и произойдёт, не дай бог, страховой случай, то он не получит компенсацию. Так, потому что, я вам скажу, то, что касается бизнеса, здесь тоже мы в предыдущей передаче говорили про два направления страховок. И в бизнесе, и в страховании, скажем, есть направление элементарное страхование и пенсионное. Мы сейчас говорим про элементарное, куда включается всё? Машины, имущество, бизнесы, всё. Человек должен понимать, что в бизнесах, когда мы страхуем, мы страхуем определённые случаи. К примеру, пожар. К примеру, вандализм. К примеру, даже падение авиатранспорта на этот магазин. То есть, здесь очень чётко определить, что мы какие-то покрытия страхуем. Когда мы, речь идёт о индивидуальном страховании, к примеру, квартиры, страхуется абсолютно всё, кроме, к примеру, вандализма, к примеру, падения авиатранспорта, к примеру, столкновения с животными, к примеру. Это, возможно, тоже есть такое. То есть, когда речь идёт о частном страховании, страхуется всё, кроме ограничений. Когда речь идёт о бизнесе, покрываются только те покрытия, которые были зафиксированы изначально. То есть, нужно хорошо продумать, что записать. Очень важно, что когда человек приобретает страховку на большой бизнес, есть страховые консультанты с требованием определёнными, какие покрытия они требуют. Очень много строителей, очень много ремонтников, которые занимаются работами, они связаны с соглашением, с большими, я не знаю, как сказать, кабланы, с предпринимателями, с крупными строительными компаниями, которые изначально требуют чёткие определения, на какую сумму должно быть покрытие на ущерб третьей стороне, на какую сумму должна быть профессиональная деятельность, на какую сумму должны застрахованы быть работники, и каждый работник на сколько. Вписан ли каждый работник, к примеру, если речь идёт о... У нас есть клиенты, к примеру, они собирают краны. То есть, каждый работник должен быть вписан в страховой полис и должны чётко понимать, какое обучение, какое лицензирование у него есть, потому что ответственность перед той стройкой, которая может исчисляться в малейшем нарушении, в миллионах шекелей, должно быть определено. То есть, человек, который собирает, условно говоря, эти строительные экраны, эти рабочие должны иметь специальную квалификацию, специальное удостоверение, специально пройти подготовку по технике безопасности и так далее, и так далее, и так далее. Естественно. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Открывая бизнес, не забывайте про страховку. С нами был консультант, специалист по страхованию и пенсионному обеспечению Эльдар Портнов. Эльдар, спасибо. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания.